Салют компаньерс, вы на канале Пиншер Анимблог. Сзади меня кресельная канатная дорога через Москва, реку Соробьевых гор Лужники. Но в этом видео речь пойдет не о ней, а о подъеме на Эльбрус в кресельной канатной дороге до станции горы Паши до отметки 3,700. Что ж, поехали. Помашите рукой. Поднялись до первой очереди канатки, 3000 метров высота, станция Кругозор, крытые кабинки здесь, такой ветерок, виды просто обалденные. Поднимались вот оттуда. Сегодня погода нас, конечно, балует, народу немного. Вот здесь лыжные трассы, народ по ним гуляет. Сейчас немножко акроматизируемся на 3000, пойдем выше. Сам я вчера бегал, забег Эльбрус World Race. У меня максимальный набор был, максимальная высота 3500. Вот, еду еле-еле вниз, как заметили. Смотрю под ноги, чтобы не навернуться. Так, хотелось бы доехать сегодня до 3800, посмотреть Эльбрус. Красавец, кстати, вот даже его сейчас видно немножко. Западную вершину, по-моему. Восточная скрыта в тучах. Сейчас еще вам виду подснимаю. В другую сторону. Там линейка семерка. Должно... Его бы сегодня хорошо видно. Нет, я вас, конечно, обманул. Семерки здесь не видно. Она вот за этим горным отродом. Оп-оп-оп. Спускаюсь аккуратно. На бетонный остров. Без перил тут все. Привет, ютубер. Я спустился. Я спустился, да. Но здесь как-то не очень этот котлован выглядит. Привет, кранатка здесь. Такой вагончик. Не знаю, до куда он ходит. Он, наверное, там конечный у него. Открылись обе вершины Эльбруса. Посмотрите, какая красота. Серег, надо ехать. Поехали. А то сейчас опять нагонят тучу вон там. Видишь, идет. Надо быстрее. Давайте, давайте, девчонки, фоткайте. Неделю сдала. Надо ехать, пока он видит. Да-да-да. Ну что, я думаю, достаточно на 3000. Надо ехать дальше. Ну, здесь поиселее, конечно. У меня жена уже друсовать пошла, пошла. Ну, конечно, Эльбрус видно, наконец-то. Да. Наконец-то он показался. Здесь тоже крытая канатка до 300-800 идет. Сейчас здесь пойдем тоже погуляем. Народ здесь уже побольше. Музыка играет поиселее. Чай, кофе, хичин? Хичин, да. Ну, пойдем, я попью что-нибудь. Я особо есть не хочу, но в кафешке посижу. Здесь прямо же так высота хорошо чувствуется. А вон, кстати, ледник «Семерка». Вон, видите? Вот как бы его видно. Там еще ниже будет перекладина. Сейчас спущусь, подсниму получше. Тут аниматоры в национальных костюмах. В общем, здесь спектр развлечений. Здесь уже на 300-500. Сейчас подойду к обрыву. Посмотрю, какие там виды. Ну, как всегда, народ не может без наскальной живописи. Там вот что-то написано. Такой каменный выступ. Там тоже себя фотографируется панорама. Смотрите, какие ледники здесь шикарные. Вид просто обалденный. Внизу прямо такое марсианская пустыня, если не считать снега пыльного. Прямо вот практически ничего не растет. Стоит где там вот лыжные трассы. Выкатываете вот. Смертельный номер, иду обратно. На полусогнутых. Спокойно, я вчера в такие места лазил. Вам это... Да. Пойдем на другую. А вот, кстати, посмотрите. Эльбрус полностью открылся, наверное. Первый раз. Первый раз за все дни, которые мы здесь. Дней пять, наверное. Дней пять были тучи. И максимум была видна одна вершина. Сейчас видны обе. Западные и восточные. Очень красиво. Просто дух захватывает от этого величия. Надо, думаем, подниматься быстрее еще выше, потому что очень такой момент. Жаль, будет упустить. Сейчас как раз вот наберут вот эти тучи. Облака большие, и он, наверное, скроется. Пойду возвращаюсь к кафе Серегу. Иначе, рискуем упустить шансы. Вот пока поднимаюсь уже, затянуло вершину. Вот восточные, видно, западные уже скрылось. Обыскность наползает. Поймали хорошо хоть немножко погодное окошечко. Поэтому надо ловить момент. Как наш канал называется? Бинж ранинг. Бинги рунинг. Блин, вы так быстро говорите, все по-нерусски. Ну да. Набрать? Ну, наберите на всякий случай. Ну, или скажите, как. Похож на себя, да? Да. Все, спасибо. Круто. Новые подписчики на канале. Ребят, спасибо, что подписались. Всего удачного отдыха. Красавица, Ратрак. Всегда мечтал водить такую штуку. Разгребать снег. Диангоп, на меня подписались люди. У меня здесь 4 подписчика. Еее. Последняя очередь канатки. Горобаши. Высота 3,800 с копейками. Идем наверх. Тут снежок лежит. Как у тебя тратить сюда подпустили? Они сами заезжают. Да? Да. Это что, как-то? Почему он едет? Иду. Не пупаешь? Я видео снимаю. Давай телефон. Все, кабину сняла. Я немножко в клубе взглянула. Я немножко в клубе взглянула. Насколько я смогу приезжать. Сейчас начинаю с красного спуска. Полные красотки снега уже. У меня нет рейловые. Краткая подошва. Садимся вниз на канатку. Едем до поля на залу. Все, отдохнули. Работать надо, да? Да. Все, конец отпуска. Скоро работать. Мы уже внизу. Вот и закончился наш подъем на Эльбрус. Были всего ничего. Но с погодой повезло. Эльбрус показался. Видели все две вершины. На небе было не облачко. Вот такой здесь, да. Шанхай внизу. Разброт и шатание. Конечно, это место надо облагораживать. Здесь пока самострой. Кто какой кусок урвал. Кто-то себе тут кафешку там что-то еще и построил. Изменю в традиции видео. И, наверное, сразу расскажу о том, что не понравилось на этой канатной дороге. Вот, как вы понимаете, добраться до того еще приключения. Там куча самостроя. Ехали мы туда на машине. Вы парковаться, маневрировать на личном авто достаточно сложно. Есть платные парковки. Они на каких-то краях земли между домами. В центре поляна такая площадь, где, собственно, и стоит это здание, вот, нежная станция канатной дороги. Вы проходите, покупаете билеты. Разовый подъем до Горобаши стоит 1400 рублей. На лето 2021 года. Такие цены. То есть, твоему мы супругу отдали 2800. Я был после забега. Ноги у меня еле двигались. Я сейчас мучаюсь с ахиллами. Иду вниз еле-еле. И тут я оценил всю прелесть мудацкого проектирования. Когда вроде бы место есть. Покупаешь билеты на первом этаже. Но чтобы сесть на канатную дорогу, должен подняться на второй этаж. То есть, когда можно было сделать все нормально, как на той, как в тех же сачах на розовых утрах, когда от гондола канатной дороги у вас отделяют буквально, ну, там, паростный денег, если они вообще есть. Такая же ситуация с лестницами и с непонятными пересадками между различными очередями канатки наверху. Это вот большой минус. То есть, неоправданная, как мне кажется, цена. И неоправданная и глупое, да, значит, проектирование с точки зрения удобства. Можно было сделать все, мне кажется, намного лучше. Вдобавок, вы еще представьте, в очереди зимой на катании на лыжках сноубордов, да, люди стоят с лыжами сноубордами, снизу это все тащат наверх, чтобы подняться и спуститься в очередной раз. Давайте теперь о хорошем истории пользоваться слугами данной канатной дороги. Если вы хотите посмотреть виды, ну, наверное, да, потому что альтернатив особо нет, есть только пешком или старая такая раритетная Канг 69-го года. Там, наверное, будет удобнее. Ну, да, прикольно, винтажные такие вагончики катаются. Наверху такое происходит надок, небольшая куча туристов, все фоткаются, виды классные. Обычно с утра, где-то прижиге обеду, можно поймать погодное окно, когда видно две вершины вебруса, но даже в хорошую погоду вам может не повезти и будет все заложено облаками. Итак, компаньерос, это был канал Binge Running Blog. Подписывайтесь, ставьте колокольчик, чтобы ничего не пропустить, оставляйте комментарии. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!